В Музее промышленности и искусства новая экспозиция. Выставка под названием «Оружейная история. Восток и Запад. Совместный проект Ярославского музея-заповедника и Ивановского историко-краеведческого музея имени Дмитрия Бурылина». Впервые два крупнейших музея ЦФО объединили свои коллекции и представили холодное огнестрельное оружие разных стран и континентов. Сначала экспозицию показали в Ярославле, теперь она в Иванове. Наш музей Ивановский обладает лучшими коллекциями в своих областях и, конечно, мы не могли так утаиваться от посетителей. При первой возможности решили показать и организовать выставку сначала у нас в Ярославле, а потом ответная выставка здесь в Иваново. Богатые оружейные фонды музеев позволяют наглядно представить историю развития оружия в 18-м, первой четверти 19-го веков, как в странах Запада, так и в восточных государствах. Все желающие могут оценить, как и чем атаковали, оборонялись воины, почему известные нам исторические победы и поражения были неизбежны. В Ярославле эту выставку посетили около 10 тысяч человек, то есть это был достаточно успешный проект, довременные выставки. И мы надеемся, что вот этот высочный проект привлечет посетителей нашего музея, гостей нашего города. Интересно, что в собрании Ярославского музея больше представлено западное оружие. В свою очередь, Ивановский музей может похвастаться коллекцией предметов Востока. Многие из экспонатов Кривического музея ивановцы смогут увидеть впервые. В их числе шлем и наколение крысерских доспехов. Максимилиановский доспех, он считался классическим доспехом рыцаря, полностью закрывавшему, обеспечивающему безопасность. И гнестрельное оружие, появившееся в конце 14 века в Европе, оно, по сути, служило концом рыцарских доспехов. Вот так как гнестрельное оружие, если первые образцы еще и достаточно пробивали рыцарские доспехи, то мы видим, что, скажем, эти предметы, которые были изготовлены в 19 веке, стали уже больше предметами интерьера. Всего в экспозицию вошло около 150 уникальных предметов, каждый из которых со своей историей, либо отражает разные вещи в развитии оружия, или представляет интерес своими конструктивными или декоративными деталями. Например, мы привезли персидский кинжал, он интересен тем, что его использовали не только кружие оружия, но это оружие было отравлено, но вталлась ножна из губ, которая пропилась ядом. И вот этот кинжал также можно здесь посмотреть. Экспозиционному проекту оружейной истории «Восток и Запад» предшествовала серьезная научно-исследовательская работа по атрибуции предметов оружия, в которой приняли участие ведущие музеи страны. Стоит отметить, что на выставке представлено не только боевое оружие, но и лучшие образцы охотничьего оружия России и Европы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Денис Денисов, РТВ Иванова.